Хотя начало заседания было назначено на 10 утра, многие приехали заранее, несмотря на утренний холод. Возле здания апелляционного административного суда на улице Софиевской те, кто все эти годы оставался вместе с нами. С собой они принесли не только самодельные плакаты, но и хорошее настроение. 10 минут до начала заседания в апелляционном административном суде, но как видите, уже несколько десятков одесситов пришли поддержать нашу телекомпанию. Среди них много пенсионеров, но несмотря даже на легкий мороз, они пришли сказать пару слов в поддержку нашего телеканала. Пенсионеры только смотрят АТВ. Например, это мой любимый канал, в особенности Гришек, Васнюк. Я без него не могу. И что теперь будет? Скажите мне, что будет? Нет, надо, чтобы АТВ не закрывали. Это закрывает нам рты, это не вам закрывает, а мне, ему, ему, всем подряд. Это вы мне извините. Даже начнут у меня маленькие дети, я опекун маленьких детей. И то, бабушка, когда будет АТВ? Так что вы мне извините, АТВ это наш рупор. Я пришла, чтобы поддержать АТВ, потому что это единственный канал, который вот глоток свежего воздуха. Во-первых, наша власть проигрывает в информационной войне, проигрывает в чистую. И если закрыть еще АТВ, эта хода уже всем будет. Уберут этот канал, что мы будем смотреть? Выключать телевизор и все. Только русские каналы. И все, и больше нечего смотреть. А вот мы сейчас с вами поговорим. Скажите, а ваше отношение по поводу закрытия телеканала АТВ? Категорически против закрытия. Вы что, это глоток свежего, это единственный канал, который дает правду людям. Но не только пенсионеры пришли сказать нет судебному произволу и отстоять АТВ. Молчаливый протест в здании суда провели молодые ребята, которым не безразлична судьба нашего телеканала. Хотя слушание должно было проходить в открытом режиме, далеко не все желающие смогли попасть на судебное заседание. Я сегодня пришел, потому что в городе происходит беспредел. Я пять минут назад убедился, что то разбирательство, которое они устроили, это называется насмешка над здравым смыслом. Помещение не больше шести квадратных метров. Нас пришло одесситов, наверное, три-четыре сотни. И не подумать о том, что самый большой зал определит для того, чтобы люди пришли и высказали свое мнение. Возле суда наши коллеги собрали несколько сотен подписей под обращением к президенту против закрытия АТВ. Напомню, заседание перенесли, потому что на слушание не явился представитель надсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Мы ждем всех 17 декабря в 10 утра на Софиевской, 19. Именно здесь, в апелляционном административном суде, решается судьба нашего телеканала. Евгений Лысый, Татьяна Лесничук, Александр Нелупов, Игорь Гвоздев, телекомпания АТВ.